Всем привет! После седьмого сезона Игры Престолов, который вот только закончился, страсти все еще бурлят. И даже такие мега популярные личности, как Юрий Хованский и Гоблин на своих каналах высказали свое мнение о нем. И к удивлению и огорчению, несмотря на разность этих двух персонажей, мнение они высказали ровно одно и то же, что Игра Престолов скатилась. Что же, сейчас я постараюсь проанализировать все приведенные аргументы и все-таки отстоять честь любимого сериала. А получится ли это у меня, вы решите сами. А перед тем, как начать, хочу порекомендовать вам сайт kinomego.com. Тут для вас собраны лучшие и самые свежие сериалы, мультфильмы, телевизионные шоу, а также новости кино и телеиндустрии. Очень удобный интерфейс и хорошее качество контента поможет вам с удовольствием провести время, тем более, что выбирать действительно есть из чего. Ссылка в описании, а мы переходим к видео. И давайте начнем с Хованского, его видео я увидел первым. Вообще, замечу, что Юрец приятно удивил, продемонстрировав недюжины познаний в мире льда и пламени, а еще оказалось, что он является поклонником творчества Мартина. Ссылка на полное видео есть в описании, обязательно его посмотрите. Да и с частью его доводов я в целом согласен, кроме самого главного. Игра Престолов скатилась. Я согласен, да и многие уже замечали, что седьмому сезону явно не хватает Джорджа Мартина. Кончился материал Мартина. Также я согласен с тем, что этому сезону не хватило и неожиданностей. В Две Престолов вся прелесть была в том, что все эти вот какие-то сюжетные линии, они заканчивались всегда далеко не так, куда они шли. Но я думаю, причина этому, во-первых, пресловутый слитый сценарий, который попал в сеть за 9 месяцев до премьеры. И как-то бы к нему ни относился, а спойлеры явно или нет разлетелись между зрителями. Плюс к этому, сериал в последние годы стал настолько популярным, что нереальное количество фанатских теорий просто захлестнуло всех и вся. И как бы там ни было, часть из них попали в цель. Кстати, не исключено, что именно этим объясняются многие совпадения в сюжете седьмого сезона с домыслами зрителей, а вовсе не желанием им угодить. Жаполистов фанатов, вот эти все вставленные шутки. Также, как и с утверждением о глобальном зле и добре, Юрец, по-моему, погорячился. Как раз в седьмом сезоне нам впервые показали такую неоднозначную Дейенерис, а из Серсеи опять сделали будущую мамочку, которая к тому же хоть частично, но упростила Тириона. А вообще, конечно, во многим Хованский прав. Действительно, Игра Престолов изменилась, ее создатели, очевидно, слишком зависимы от рейтингов и частично отошли от первоначальной стилистики Джорджа Мартина. Но, опять-таки, я уже говорил на этот счет. Новая действительность требует от шоураннеров где-то идти на поводу у зрителя, где-то у HBO, а как иначе получать те колоссальные бюджеты, которыми они оперируют. И именно это во многом и дает возможность сериалу оставаться номером один во всем мире. Поэтому с формулировкой Игра Престолов скатилась, я в корне не согласен, она просто поменялась. А вот изменения эти принесли как плюсы, так и минусы. Ну и еще пару слов про Видео Гоблина. Собственно, его самого в кадре мы не наблюдаем и слышим только его голос. А разговор со зрителями ведет Клим Жуков. И он тоже говорит много чего дельного, как то, зачем Королю Ночи было метать свое копье в летящего Визериона, когда еще ближе к нему спокойно себе сидел Дрогон. Тут не поспоришь. Но, к примеру, можно поспорить тут. И тут пришла какая-то льдышка из руки и запустила кусок льда Ж на деревянной палке и почему-то дракон немедленно склеился. Да, еще эта льдышка поднимает мертвецов, живет тысячи лет, проникает в видение и так далее. Еще нужны рациональные объяснения, почему Король Ночи сумел так легко убить дракона. Дальше, вот еще момент, когда нам говорят о Серсеи и вылазке Джона за стену. Королева Серсея только что развездюлилась по полной программе. Какой зомбак? Нужно еще раз было ей ввалить чуть-чуть буквально. И она бы сама запросила перемирие. Тут вообще в корне не то. Весербор с Вихтом не был затеян, чтобы склонить Серсея к перемирию. Основной идеей было объединить силы против общего врага. А как показалась седьмая серия, без наглядного доказательства это было бы просто нереально. Ну и еще о походе Джона. Категорически не понимаю. Во время этого замеса в пустоши они вроде как выходили из Черного Замка. Тут нужно просто лучше учить матчасть. Выходили они не из Черного Замка, а из Восточного Дозора, куда потом Джендри прибежал. Еще оговорочка по поводу Дикого Огня. Ну поставьте вы катапульты на стене почаще и подвезите из столицы практически из Москвы. Дикий огонь. Это Серсея, зная, что Джон был лордом командующим, должна снабдить Дозор Диким Огнем, да в гробоны их видала. Ну и так далее. Ссылка на полное видео тоже есть в описании. Посмотрите, а я это к тому, что помимо без сомнения дельных замечаний, в нем есть целый ряд моментов, которые выставляют создатели сериала, мягко говоря, недалекими людьми. Но на самом деле целый ряд претензий абсолютно необоснованных. Ну и что в результате? Я тут не берусь кого-то судить, у каждого свое мнение, да и аудитория, что у Гоблина, что тем более у Хованского в разы больше моей. Но просто, как по мне, не стоит делать таких поспешных выводов, препарировать каждую деталь под микроскопом, чтобы потом сказать, что этот сезон отстой. Да вспомните хотя бы ту же битву бастардов. Помимо зрелищности, в ней было столько бреда, что этому сезону и не снилось. И ничего, теперь все говорят, вот раньше был сериал, а сейчас. Короче, друзья, свое мнение я высказал, так что самое время в комментариях вам написать свое. Мне же больше добавить нечего, кроме того, что подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить свежих выпусков, поддержите этот видос и свой любимый сериал лайком, поделитесь им с вашими друзьями и всем спасибо за просмотр. Пока!